Наша жена находится в дворке, её определили. Белая горячка. Я Лариса Гузеева, и это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Павел, Антон и Дмитрий. А невеста у нас Анна. Здравствуйте. Рада вам проходить. Анна, 24 года. В вине мужа приобрела диагноз бесплодия, но, став матерью, вопреки прогнозам врачей, услышала от отца своих детей страшное признание. Анна по образованию учитель начальных классов. Работает директором по коммуникациям в организации для детей с нарушенным слухом. Гордится тем, что в одиночку справляется с ролью мамы детей-инвалидов. Предупреждает, что уборку в своем доме доверяет только профессионалам. Анна не видит рядом с собой прижимистого мужчину с обилием татуировок на теле. Выйдет замуж за смелого, ласкового, обладателя красивой улыбки, стабильной работы и доброго сердца. Здравствуйте, девочки. Как вас много. Прям девочки-девочки. Здравствуйте. Можно вам подарить, пожалуйста, подарки? Спасибо. Очень по-питерски. Это книжки. Спасибо, очень приятно. Что могу сказать? На самом деле, учитель начальных классов, Петрович, это твой вариант. Что за страшное признание вы услышали Анечка от отца своих детей? Ну, он был достаточно молод и был не готов стать папой. Ну, вы тоже не пожилая, вам сегодня 24 только. Ну, я очень хотела детей. А он хотел? Ну, он был не готов. Младше вас? Нет, старше был на два года. Замуж вас звал? Я готовилась к этому вопросу. Мы говорили о свадьбе, но это скорее я мечтала, хотела. Но он... Ну, не хотел он. Ну, что он говорит? Екатерина, вот вы же женщина-взрослая, книжки пишете умная, значит, да? Вы же должны были девочке сказать, если тебе замуж не втерпешь, то мальчик, который рядом с тобой, юный, может думать совершенно по-другому, иначе. Молодой. И это желание было же вашей дочери и замуж, и детей родить. Ну, по залету вышли? Мы не расписались так. А, так и не расписались? То есть он не хотел, я так подозреваю, ни детей не жениться? Ну, сначала он не поверил в то, что я беременная, потом... Ну, он сделал предложение, но это было уже для галочки. Ну, это называется из-под палки, да? А то, что у нее дети есть, вот тем более двое даже. Себе как? Ну, дети-то это богатство жизни. А что за ситуация была, когда вы уже отчаялись в свои 19 или 20 лет иметь детей? Ну, у нас были очень сложные отношения. И в один из таких дней была потасовка, где он облил меня душем, чтобы как-то остудить мой пыл или что-то такое. То есть вы дрались? А в чем сложность вообще было отношений? Ну, мы познакомились на сайте знакомств, и загорелась любовь, страсть. Все было хорошо первые три месяца, очень хорошо. Но потом, когда я заступалась за мужа бывшего... А вы во сколько первый раз сбегали замуж? В 18 лет вышла замуж. Хотя в 16, но нам не разрешили власти. И сколько прожили с первым мужем? В браке два года. История очень интересная, на самом деле, что она рассказывает. Мне пока еще не понятно до конца. Значит, он вас облил душем. За что? Как вы себя вели? Ну, он был очень ревнивый, катастрофически. А вы упоминали мужа или все время сравнивали? Почему он к нему вдруг? Ну, он ревновал, потому что мы когда познакомились, у нас еще не было штампа о разводе. Мы развелись, и все равно... Ну, он ревновал. А вы встречались, созванивались? Ну, мы общались, да. Паш, ты ревнивый? Да я бы не сказал, не особо. Екатерина, у вас сколько детей? Двое. Две дочери. Две дочери, да? Скажите, а почему вот такое попустительство? Ну, все делало не так. Вот с самого начала вот все не так. Ну, нужно же рассказывать. Или вы так вот заняты были книгописанием? Нет. Мы много разговаривали. Но девочка очень эмоциональная. Когда влюбляется, теряет голову абсолютно. Вплоть до того, что когда я закрывала ее дома, она вылезала через окно. А там была решетка. Причем окно с решетками. Мне что-то запретить нельзя. Хорошо. Когда вам удар под ребра, душ, вы еще не были беременны, да? Нет. Ледяна? Это было до беременности. А почему не бежали от него? Почему все равно вам? Я постоянно смотрю ваши передачи с большой любовью. И я отлично слушала все ваши советы, то, что нельзя ничего терпеть. Я это все понимала достаточно. А от мамы скрывали, естественно, да? Конечно. Но и все равно видели его отцом своих детей и хотели с ним прожить до гробовой доски. Правильно? Я просто видела его другим, не как все остальные, для которых он не открывался. Он как девчонечка любовь. Я просто искренне верила, что я смогу его изменить. Я просто видела в нем потенциал. Хорошо. Вот вы беременеете и сообщаете ему, что он... Я как сейчас помню этот день, но он... Да-да-да, хорошо, но он не поверил. Он переписывался со своей сестрой о том, что я его так мечтаю затащить замуж, что напридумывала. Сходи ее, проверь к своим гинекологам. Хорошо, когда уже вы родили девочек, он же все это время не был с вами, да? Нет, он был рядом. Ну, как тебе девушка, на первый взгляд? Ну, яркая, яркая. Надо еще посмотреть получше. А что не расписались-то, раз он был согласен, чтобы дети родились в браке? Просто у меня была тяжелая беременность, это двойня. И мне с пятого месяца нельзя уже было ходить, мне только лежа можно было, иначе там... Да, я мальчику наскучила. Нет, он приезжал ко мне в роддом, он все делал. Почему до ЗАГСа не дошли, миленькая? Ну, я считала, что сыграем красивую свадьбу уже после рождения детей. Сколько сейчас вашим деткам? Год и одиннадцать. Мужчина, который нападает на свою семью, это не мужчина. Это тряпка, который ищет свою силу именно в слабости. А у меня вот вопрос. А вот что за такие штучки у детей на это? Три месяца нам поставили диагноз. Тугоухость четвертой степени, граничность с глухотой. Они вообще не реагировали на звуки. Дальше шел длинный процесс оформления инвалидности, хождение по нетрадиционной медицине. У вас дети инвалиды, да? А прогнозы какие? Они проимплантированы, и они сейчас все слышат, отзываются, все понимают, что они говорили. Скажите, а это восстанавливается или нет? Нет, но вот они вот с аппаратом слышат, когда его снимаешь на ночь. Это львок, имплант вживлен. И вы знаете, как раз я вот чем очень горжусь, что моя дочь совершенно потрясающе оказалась в мужественности человек. Она не просто не растерялась, когда вот это случилось. Она вела себя настолько по-взрослому, настолько оптимистично. Она ведет дневник каждый день, о детях пишет. Сильная, да, девушка? Ну, как вот такие проблемы? Ну, хорошо, что не бросила, не отказалась. Вы живете вместе? Нет. Вы живете отдельно, да? А кто подарил-то отдельную квартиру-то? Мама. Большая квартира? Да. А давайте посмотрим, у нас один есть. Доброе утро. Сегодня я покажу вам, как мы живем. Один день из нашей жизни. Барабан звучит. Да, Селена, смотри. Нет. Мама. Мама. Вот так мы и передвигаемся. Главное, отлить везде едой. Скажи, собачка, спокойной ночи. Пока-пока. Лошадка, пока. Скажи. Пока-пока. Мы спать. Пока дети спят, можно быстро приготовить ужин. Ну, человек, видно, сразу независимый. Человек сразу видно, что ответственный и серьезный. Тем более, водит, управляет автомобилем самостоятельно. Это говорит, что она с двумя детьми еще, кому же. Вот смотрите, вы хотите мужчину, у которого есть дети. То есть он либо отец-одиночка, либо вдовец. С удовольствием. Я вообще мечтала об большой семье, чтобы было много детей. Я бы с удовольствием взяла детскую. Работать не будете? Буду, конечно. Зачем вам идти обучать чужих детей, когда у вас есть свои, вы можете реализоваться так. Вы не голодаете, занимайтесь своими детьми. Что может быть благороднее? Я буду заниматься, но я хочу помогать таким же деткам. С моим помогите. Если у вас будет большая семья, если в ваш дом придет мужчина. А, кстати, вы допускаете, если мужчина придет в ваш дом? С удовольствием, милости просим. То есть, ну, то, что прямо как, будет ничего. Главное, чтобы его это не смущало. Я бы тоже хотел большую семью. Но это получается уже сразу трое общих детей. Трое детей, еще если общего, сразу четверо будет. Да, Елизавета, вы можете развлекать девчонок. Посмотрите, как у нас здесь красиво, сколько цветов. Покажите им правильно все. На что будете обращать внимание? Ну, понятно, чтобы не пил, не курил. Во-первых, Аня всегда четко знает, что за ней большой наш семейный клан. Я про мужчину, который должен влиться в этот клан. Я понимаю. И вот, когда он будет вливаться, мы это увидим. А сегодня? То, что, к сожалению, первые два ее супруга абсолютно были неподходящие, это было видно и очевидно всем. Кроме Ани. Тестировать как-то будете? Есть какие-то вопросы? Что для вас принципиально важно? Да, и для вас тоже, Анечка. А на что глаза закроете? Значит, на благосостояние мужчины. На то, что... Происхождение из какой семьи важно? Это очень важно. Очень важно, потому что свой социальный круг, это свой социальный круг. Ну, давайте будем считать, что все ошибки, которые Аня совершила, были в прошлой жизни. На сегодня в сухом остатке есть две прелестные девочки. И она потрясающая мать. Чудо какие. Мама потрясающая. Образование выглядит восхитительно и очень молода. То есть это огромный плюс. Ну, я думаю, будет сложно. В их семье стать главой семьи, потому что мама там очень активна. Роза. Ой. Семейная жизнь и так трудная. Поэтому, даже еще королева Виктория говорила, что если бы все девушки знали, что их ожидает семейная жизнь, и поэтому, в общем-то, и плакали, то, ну, не знаю, выходили бы замуж или нет. Прямо королева Виктория так говорила? Да, я прямо вот недавно смотрела мысли известных людей. Ну, выходить надо, без этого никак, потому что не состояться как жена, как мать, ну, невозможно для женщины. Ну, собственно говоря, трудно. А еще здесь... А еще здесь... И девочки должны видеть образец отношений. Вы знаете, это ваши девочки. Уж извините меня, пожалуйста, мама. Вот это не ее вина, это ее беда. И вся вина на вас. Вы виноваты во всем, собственно говоря. А сейчас вы уж как-нибудь эти, давайте, вещи, ну, почищать. Я понимаю, родители не рождаются, родители не становятся. И у меня, может, какие-то самые... Тоже что-то неправильно делают. Но сейчас неправильно. С двумя детьми, да кто вас возьмет? Вот если так. Да, умница, красавица. А у меня у племянницы не такие, там, полегче, слава тебе, Господи, собственно говоря. Но я знаю, что прошла моя заловка и мой родной брат. С одним ребенком, сколько было вложено терпение, любви и всего остального, вас двое. И вы думаете, что прям побежали вашего круга мужчины? Не разбежались. И на двоих детей не разбежались, даже если молодая. Я рекомендую взять мужчину вообще без детей. Пусть он на вас, вот глядя на вашу молодость, вам помогает, силы вкладывает. А вы еще своего третьего родите, и девчонкам меньше травмы будет. Я вообще считаю, что рождение детей – это ответственное мероприятие, причем с обеих сторон. И тут нельзя быть инфантильным каким-то и безответственным. Чужих детей, не своих, я так говорю, полюбить очень сложно. Понимаете, даже если случается порыв, ну, потом все будет зависеть от вас. Поэтому должен быть мягкий, взрослый, очень терпеливый и, ну, так сказать, человек, который уже битый. И вы для него будете таким сюрпризом, потому что молодая, потому что симпатичная, потому что не нужно ему будет ломаться на трех работах для того, чтобы содержать ваших девочек. В общем, максимально благополучного. Можно столько пыли пустить в глаза, а потом все начинает потихоньку выясняться, кто есть кто. Скажи, пожалуйста, Тамарочка, какое будущее у Анны? Кто должен это в будущее осуществить? Аня, я хочу сказать, вы человек, безусловно, очень сильный, поскольку стрелец, в первую очередь, и солнце в огненном доме. Вы можете, конечно, горы свернуть, но уповайте на то, что у вас есть очень светлое начало. Вы человек семьи, вы человек с хорошим вкусом, у вас всегда будет очень хороший дом, всегда. Вы не потеряете имущество, даже если кто-то будет покушаться на него. И хочу сказать, что с годами вы умеете встать на позиции другого человека. То есть вы, когда общаетесь, вы можете понять его, войти в его положение, войти в его шкуру буквально. Смотри, а у нас стрелец – это очень яркий знак. Ты как? Ты не боишься? Стрельцов у меня еще не было, скажем так. Вы будете заниматься детьми первую половину жизни, и только после 42-х, по большому счету, войдете в свой возраст, набив еще шишки некоторые. Я не доживу одни. Но нет, я имею в виду, она поднимется в этом возрасте и займет очень высокое положение. А сколько вам лет? Ну, жить в эту пору. Сколько вам лет сейчас? Мне 56 уже. Ну, я хочу... Это через 20 лет. Но я не понимаю, почему вы себя хороните. Вы женщина сильная. Здоровьем занимаетесь. Да, занимаетесь здоровьем. Зачем это было? Я считаю, Анечка, вы уже своих помоечных мужчин прошли. Хорошие девочки из хороших семей всегда ищут экзотику. Поэтому знакомьтесь с первым женихом. Надеюсь, вам повезет. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Анна. Я Павел. Это вам. Спасибо большое. На собаку я вам не отдам. Это мой сынок. Спасибо. Проходите. Павел, 34 года. Работает начальником отдела компьютерных и издательских технологий в Государственном учреждении культуры. Играет в КВН, футбол и покер. Гордится тем, что родился в СССР. Мечтает отправиться в морской круиз. Предупреждает, что большую часть свободного времени тратит на свою племянницу инвалида. Павел получил травму, несовместимую с личной жизнью, и был вынужден прекратить отношения с возлюбленной. Надеется, что Анна исцелит его своей любовью. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. К нам приходили девушки с маленькими собачками. Это нормально. Но чтобы вот мужчины никогда... Я так понимаю, он больше любит собак, а детей своих нету. И поэтому человеку еще все впереди. Он еще жизнь-то не видел. А что за травму вы получили несовместимую с жизнью? Простите, какой из членов вы повредили? Я повредил пятую точку. Пятую точку? Какая прелесть. Это было на футболе. Вот, я попал в больницу. То есть сдохни от зависти, Дженнифер, да? Ну, в общем, да, она могла бы сдохнуть. А можете нам посоветовать, как так повредить, чтобы она округлилась? Ну, во-первых, наверное, надо набрать веса и упасть с высоты собственного роста и проехаться еще по очень грубой поверхности. Главное, чтобы проехаться не вот так, чтобы как рыба Камбала, да? Как говорят в Одессе, широкая и плоская. А нужно... Хорошо. И никакие импланты не нужны. Рост, представляешь, какое счастье? И цвет приобретает очень замечательный. Да? Такое цвета загара синюшного. Круто. Мне кажется, что собака будет козырем. Что с любовью у вас было? Ну, всякое было. И любовь была, и расставания были. Ну, расскажите, кто сердце вам разбил? Ну, были девушки. Ну, вот в последний раз как раз в связи с тем, что травмировал свою пятую точку, у нас пришлось нам общаться исключительно по телефону. Потому что до... А как пятая точка может помешать вообще? Она тоже сломала себе ногу, она тоже лежала в больнице, я к ней приезжал каждый день. Ну, так и хорошо, вам же не мешала раненая попа. А почему ей помешало вдруг любить вас с раненой ногой? Нет, она ходила на костылях, она лежала у себя дома. Это же все временно, смотрите, это же все временно. Ну, сколько вы там лежали? Ну, и так получилось, что все-таки взыграли, так сказать, эгоистичные порывы. И так же по телефону, грубо говоря, мы и расстались. Какой необычный случай, да? Разрушились отношения из-за... Из-за того, что разрушилась задница? Ну, хорошо, в 34 года вот такая одна невинная история, бог с вами. Детей у вас нет? Нет. Есть племянница, которой вы отдаете много сил и здоровья. У нее что, ДЦП? Там ДЦП с осложнением, но в общем... Девочка много операций перенесла. Ой, дай бог ей. Скажите, а вместе живете? Да. А возможности жить отдельно нет? Есть возможность снимать квартиры, лишние траты. А какой город? Москва. А давайте посмотрим, как вы живете в Москве. Это моя белога. Это три моих самых нужных вещи в комнате. Это моя зебра, телевизор и компьютер. Сегодня утро пятницы. Надо собираться на работу. Ну, естественно, начать нужно с завтрака. Это передача «Алло, мы ищем что-то пожрать». Колбаса – лучший завтрак. Ну и, конечно, надо сварить кофе. Клэм. До работы мне идти 20 минут пешком, поэтому я поеду на машине. Я тоже умею готовить. 16 лет живу отдельно от родителей, поэтому половину кулинарной книги я знаю наизусть. Вот у нас здесь петербургская интеллигенция. В хорошее понимание я без иронии говорю просто-напросто. Просто мама не раз говорила неравный брак, не нашего круга. А вы ищите будете? Я из московских озорных гуляк. А, из простых? Ну да, собственно. Как в этом случае неравный брак? У нас здраво, когда недавно дома появился, мама. А вот вы 20 минут пешком до работы работаете сейчас? Я работаю в учреждении культуры. Я заведующий отделом. Вот это очень интересно. Согласен? Скажите, в Питере найдете работу? Ну, в Питере две профессии актуальны. Гид и уборщик. Я думаю, что и тем и другим я владею. Смотрите, то, что вы с юмором человек, это уже хорошо. Вредных привычек, алкоголь, сигареты. Курю. Иногда могу и с друзьями. Ну, если будет выходить. У нас прекрасно перед парадным, там такой садик. Я давно не слышала это замечательное слово, парадное. Парадное, поребрик, кура, шаверма. Он готов. Мне даже кажется, они как-то внешне подходят друг к другу. А материальный достаток мужа, вы сказали, вам не важно. А как вы, я слушаю вас. Мама, у вас, наверное, хорошо все с приданным. И наследство давно уже все это. Потому что я не понимаю, на что она надеется. Нет, все хорошо, правда. То есть и хватит и на троих детей, и на... Да. Как вы мне нравитесь, Роза, по поводу материального. Ну, если, так сказать, это так принципиально, можно составить брачный договор. Обязательно. Наша, естественно, останется моим внучком. Ну вот, меня другое интересует. Если это важно, готовы ли вы пройти генетический тест? Какой генетический тест? На совместимость? Нет, на генетику. Потому что, чтобы не было следующих глухих детей. А вы считаете, что... Это не я, что это врачи. Мне кажется, Павел, он уже наоборот, перерос тот именно возраст, когда надо было заводить детей. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Скелет в шкафу. О-о-о. Фотографии. Так понравились, что уже надо шагу. Сразу скелет в шкаф сбирать. Неожиданно. О, боже, боже, что такое? Статья 20-20. Ну, вы знаете, есть такие места скопления детей, а иногда там бывают еще скопления мужчин с бутылками пива, например. И вот за это забирают в СИЗО. Вы больше не будете хабариками, нет? Хабариками стреляться на детской площадке? Нет. Сюрприз покажите. На детской площадке пить спиртные напитки, это, не знаю, это... Сюрприз покажите. В Питере до кони, это я точно могу сказать. Говорите, что надо делать. У нас, ну, надо одеть, конечно, сначала фартук. У нас их два. Давайте вам помогу. А что будете готовить-то, Павел? Мы будем готовить белорусские драники. Как это вкусно. Антон, а ты умеешь драники готовить? Умею я там, ничего сложного нету, но, правда, не так часто и готовлю. Это яйцо в тёртую картошку и добавляем в муку. Ага. Самое главное в этом деле, чтобы масло было достаточно разогрето. Денис умеет то же самое делать и с картошкой не только такое блюдо умеет делать, поэтому, что это очень всё просто. А соус, знаете, какой быстро, просто быстро. Солёный огурец на тёрке со сметаной и мелким порубленным укропом. Просто потрясающе будет. Спасибо вам большое. Паш, ну что, вы произвели на нас впечатление. Даже симпатично. А вот чтобы узнать мнение Екатерины и Анны, мы послушаем, но после того, как вы уйдёте в свою комнату. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Слушайте, ну прямо... А что за порода-то? Красиво. Что за порода-то свидания? Добрадор-ретивер. Этибози мой. Это щеночек ещё. Да, ему три месяца. Потом такая лошадь вырастет. Да. Он не ест уже по-другому, что расходится. Нет, я браду, ради доброго. Екатерина, как вам, Павел? Мне понравилось, как вот эту псинку, он так прямо ласково брал, как ребёнка, правда? Да. А мне очень понравилось, что он такой естественный. Он не пытался здесь не произвести впечатление, как собака. Его, он был таким же органичным, вот в этой непривычной обстановке. Ну что, Павел Петрович? Павел Петрович, впечатление? Ты был, мне кажется, неотразим. Хороший, хороший. Как вам? Мне очень понравился, когда на сцене сюрприз показывал, от него исходила уверенность. Только не обижайте его, особенно на первых порах, когда он приедет и будет адаптироваться в Питере. Будьте немножко снисходительны. Хорошо, дайте ему время освоиться. Неужели в ней так чувствуется снобизм? Вот чего нету в ней, снобизм абсолютно нету. Нет, ну всё равно как-то немножечко повнимательнее. А к тебе как раз? Я как раз говорила, что вам лучше выйти замуж, если такая возможность будет, за мужчину, у которого нет детей. Но я бы не согласилась с тем, что на нём можно ездить. Может, он наидолго запрягает, но ездит он быстро. У меня какой-то тихий груз провозит. Нас даже не спросили. Мы на этом стоим. Потому что я вас затмил, ты понимаешь? Да. Хочу сказать, что Павел Рак. И он, конечно, личность. И в его жизни, в первую очередь, важен он, безусловно. И луна у него в деве точно так же, как у вас. Поэтому внутреннее понимание друг друга, оно обязательно сразу могло возникнуть и появилось. У вас ещё есть жених второй. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Аня. Меня зовут Антон. Я обычный, хороший парень, который тоже умеет готовить, который любит большую семью. Пойдёмте знакомиться. Пойдёмте. Антон. 30 лет. Директор магазина в сети продуктовых магазинов. Занимается развитием собственного бизнеса. Любит читать образовательную литературу и готовить мясные блюда. Гордится тем, что всего в жизни добивается сам. Предупреждает, что его избранница должна поладить с его сыном. Камнем преткновения в отношениях Антона с супругой стали 100 тысяч рублей. Надеется, что для Анны семья бесценна. Здравствуйте. Вы пришли с сыном. Здравствуйте. А вы? Подруга. Подруга молодая, с длинными волосами, которая так хорошо знакома с мальчиком. Что за подруга? Шикарная фигура. Замужем. Счастлива замужем. Антон мой университетский друг. Университетский друг. А как так вообще прийти, жениться и жениться? Ты знаешь, такое бывает. А, дружба между мужчиной и женщиной. Многие не верят в дружбу. А эти скажут, что такие случаи, примеры в моей жизни есть. Кто кому не дал 100 тысяч, которые вас развели с вашей женой? Получается, я не дал 100 тысяч. Вот. Ну, как не дал? Не просто не дал, я объяснил, что был неподходящий момент. А на что она просила? Она попросила, чтобы, так сказать, обновить себе машину. У нее была машина тоже, ну, неплохая, хорошая, в хорошем состоянии. Вот. Она захотела машину получше. Как раз тот момент, когда я продал, собственно, свою машину, чтобы все деньги вложить в бизнес. Вы были официально женаты? Нет, не были. Вы же уже однажды расставались с ней еще до рождения ребенка, да? Когда узнали про какой-то ее грязный флирт в сетях. Поясните, кстати, что это такое. Ну, да. Мы расставались, получается, не один раз, а несколько. Вот. Потому что так получалось, что я никогда не чувствовался единственным. Вот. У нее постоянно было общение, как бы, с друзьями, так сказать, на стороне. Девушка, которая действительно просит деньги, как бы, в семье такого не должно происходить. То есть, тут именно вот эти моменты денежные должны решаться как-то все вместе. Послушайте, ну, если сходились-расходились, значит, для вас досужие разговоры были ни о чем. Вы ее любили, вы верили только своей вот женщине. И вам было все равно, потому что вас к ней тянуло. Правильно? Ну, получается, я прощал все каждый раз. Она любила наряжаться, она любила тусоваться. Для нее семья... Ну, она говорит, что семья важна, но почему-то замуж отказалась выйти, сказала, что ты хочешь меня привязать, чтобы я там дома сидела и никуда не ходила, собственно. Скажите, нет, просто как-то хочется, чтобы у ребенка были и мама, и папа. Ну, не поняла, скажем так. Давит на жалость. Нет, ну, сейчас детей отпустили, это сыграло на руку им больше. Потому что были бы дети, может быть, по-другому обстановка бы пошла. Смотрите, вы не женились. Я думаю, если бы вы настояли, все бы случилось. Вы сидели, как с ваших слов, целыми днями в интернете. Вы таким образом зарабатывали? Ну, это вот был последний месяц, да, когда именно перед запуском сайта, там, по доставке, собственно, приходилось очень много времени после работы сидеть еще дополнительно дома в компьютере, чтобы все это дело запустить. Вы ей не помогали с ребенком? Она сказала, ну, раз ты не помогаешь, я найду себе другого помощника. Я с ребенком почти всегда, собственно, мы жили вместе, и ребенком я занимаюсь, как бы, мы с ним команда, на самом деле. А где ребенок постоянно живет? Где его кровать, игрушки? Ну, пока мы жили вместе, соответственно, мы жили в ее квартире. Сейчас, сейчас. Сейчас со мной, у родителей моих. А она осталась в своей квартире? Да, ну, на выходные я привожу. К ней? Да. Такая мама не нужна. Мама должна быть постоянно с ребенком. Как так? Папа воспитывает маму только на выходные, когда ей удобно. Антон, а вот ясно, что у вас в Санкт-Петербурге большая квартира. Хорошо у вас, как у покупца, все и дачи есть, куда детей можно вылетать. Несъемная квартира, да? Нет, ну, чтобы было честно, это не моя личная, это наша большая семья. Моя и родительница. Ну, я имею в виду, что у Анечки вообще отдельная есть вопрос. Вы будете объединяться все вместе с детьми? Вот где будет Лешенко жить? Вместе с вами и с детьми? Естественно, хотелось бы, да, создать большую семью, чтобы дети были вместе. Антон, скажите, пока вы один, ваше бывшее, не против того, да, чтобы ребенок жил с вами, но как только бывшие узнают, что у вас все в жизни налаживается, она может... Я думаю, начнет ставить палки в колеса. Начнет ставить палки в колеса. Ну, что делать? Надо быть к этому готовым. Как он может, я не знаю, следить за ребенком, работать или что? А, он бизнесмен? Вас не пугает, что у Анны две девочки с инвалидностью? Нет, не пугает. Да, не пугает, которым нужно больше внимания, чем детям здоровым. Да не пугает, дети в принципе хорошо. Замечательно. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна, либо традиция. Свидание наедине. Ну, идите. До свидания. Екатерина, без помощи родителей или нянь с тремя детьми не справятся. Это как мини-детский сад. У них, у всех, у троих будут разные желания, нужно все это учитывать. Да вы с двумя, я смотрю, в разные стороны. Поэтому, конечно, Анне сейчас будет не до работы. Если у нее амбиции все-таки реализовать себя, да, и спасти все человечество, то вы должны с ней как маму поговорить. Как у вас получилось с женой найти консенсус, что она вам отдала ребеночка? Ну, честно говоря, она не в курсе, где мы. Просто она в субботу, в субботу Лешка была у нее. Ну, а в воскресенье каждое утро я забираю, потому что мы по воскресеньям с ним ходим в бассейн. Ну, и, соответственно, потом на неделю он у меня. А она работает в остальные дни, поэтому она не с ребенком? Ну, она работает как бы, да, в пятидневку, в принципе. Ну, он в садик уходит также. Вот. Просто это, наверное, будет для нее сюрприз, демо. Мне очень приятно. Если, допустим, она с ребенком берет, он маленький, обязательно нужен общий ребенок, потому что на чем держаться будет, собственно говоря. Так вот она и будет с детьми четвертой. Она будет ходить беременной, будет работать. Обязательно. Она не будет сидеть только дома, она с детьми будет работать. Сил бы хватило бы с четырьмя-то, с детьми-то. Да хватит у нее. Ты знаешь, она какая? У нее вот такая идея. Она сейчас знакомится с мамами таких же, как лярных детей. И она считает, например, что вот они образуют школу. Там два дня она, два дня. А, другая, то есть каждый из них может что-то дать. По предметам там и так далее. Ну, ребят, это тает очень молодая. Спасибо. И сразу сюрприз. Мы выучили стишок. Да, Лешка? Будешь помогать папе? Угу. Быть папой девчонок, конечно, не то. Там куклы, басутка, больничка, лото. Там пышные платья и косы ребенку. А мне подарила судьба пацаненка. Наш дом украшает, не баночки роз, а старенький трактор, что сын мой принес. Нашел его в луже у дома родного. Почистил, помыл и теперь он как новый. А теперь твои. Я люблю. Давай. Гвоздь забить. Гвоздь забить, конечно, к папе. Полку вешать. Полку вешать тоже он. Дело будет. Дело будет тоже. Низкий мой. Низкий мой, его пацан. Ну вот, говорят, ты щенок. Вот, сыном надо приходить, который будет ржать, я тебя про духу мой. Ну человек тоже творческий. Он подыграет. Ответ, давай вместе. Мы команда. Мы команда. Хоть куда. Хоть огонь или вода. Все проблемы нипочем. Дружно и весело живем. Молодцы. Спасибо вам. Пойдем. Катерина, слушаю вас. Вы согласитесь, редкий тип отца. Вот такое единение с сыном. Вы знаете, вот когда он взял его на руки, стали читать стихи, но согласитесь, что все-таки это здорово. Во-первых, он красавец. Красавец, молодой. Посмотрите, в какой он форме, какой он спокойный. Много, конечно, вопросов. Я так понимаю, что у его женщины своя версия, почему они не вместе. Мама, мне кажется, позитивно настроена. Он парень амбициозный, это видно. Он с целями, это тоже по нему видно. И как уж вы расстараетесь и где вы найдете на это время, с ним будет трудно. Вам будет трудно меньше спать и больше заниматься собой. Вот нужно еще где-то найти себе просто чисто женский огонь, чтобы такого мужчины рядом удержать. Роза. Пока ваши дочки будут в хорошем состоянии, имеете в виду, не будут напрягать и так далее, конечно, и его не будут отвлекать от основной деятельности, все будет хорошо. Но он из той породы, мне кажется, не разбежался. Это, скорее всего, знаете, вот как в старину говорили, сестра богатая, а жена здоровая. И дети тоже. И плюс еще там пацан. Как они так успевают прочувствовать человека за короткое время? Мне кажется, они что-то изучили. Антон, последняя минута близнеца. То есть родился прямо накануне летнего солнцестояния, человек такого перехода. Он где-то очень мудрый человек, который умеет поставить цели и добиться их. Но может показаться очень строгим и действительно может отстоять свое мнение. Но, скажем так, в семье это будет действительно человек строгий. Слушай, ну, я думал, что я все-таки как-то мягкий человек. Может, стоит прислушиваться? Ну, тебе это нужно ведь, да? Будет ревновать иногда, потому что совместимость есть хорошая физическая. Но вот если, так сказать, что-то не так, ревнив. Еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Аня. Меня зовут Дмитрий. Вам цветы. Спасибо большое. И также подарки вам и вашим замечательным дочерям. Спасибо большое. Пойдемте знакомиться. Дмитрий. 37 лет. Работает техником-электриком в дорожно-строительной компании. Обожает электронную музыку и все, что связано с автомобилями. Гордится тем, что имеет два ордена. Предупреждает, что его избранница должна найти общий язык с его сыном. Неожиданно вернувшись с работы домой, Дмитрий понял, что его жена совсем не та, за кого себя выдавала. Надеется, что Анна будет с ним честна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Какие вы симпатичные парни. Прям голубоглазки такие, да? Светловолосики. Ой, и сразу подарочки. Да, это, кстати, у меня мама рукодельница. Она очень любит вашу передачу. Смотрит... Ну, я даже не знаю, когда ее... Где живет, в каком городе? Мы живем, мама живет в городе Тосном и в Санкт-Петербурге. Мама как зовут? Мама Нина Дмитриевна. Ниночка Дмитриевна, спасибо вам большое, дорогая. Приезжайте к нам, просто так поболтаем. Вот то, что она связала, она и связала вместе с сестренкой, Юля зовут. Вот, это подарки Ане и для вас тоже подарки. Это вам. Спасибо огромное. Что случилось, когда вы пришли домой? Что вы там, какую картинку неожиданную... Ну, это как в старом добром анекдоте. Муж возвращается домой с командировки, и я обнаружу эту любовника. Ну, в принципе, тут коротко и ясно. То есть, я такие обиды не прощаю. Какая же это обида? Это такое оскорбление? Ну, это измена, ну, внутри обида, как бы. А она была нетрезвая, естественно? Да, естественно, то есть. Что она даже не сообразила, как оправдаться? Ну, там уже оправдание... А вы были в браке, в законном уже? Да, в законном браке был. Уже ребенок родился? Ребенок, да, родился. Но ведь о том, что она облегченного поведения барышня, слухи ходили и до свадьбы? Я объясню. Слухи ходили, но когда я с ней познакомился... Давай все-таки проводим. Там вот дружок сидит во второй комнате. Хочешь познакомиться, там мальчишка есть? У нее, кстати, машинки какие-то интересные я везла. В принципе, все старшие, они ее будут оставлять, следить за дочками. Ну, смотрите, она любила выпить. Да? На тот момент это не так было видно, то есть не так заметно, что как бы... Я объясню. А кем она работала? Она работала приводником пассажирских поездов. Ну, смотрите, и вот у нее заканчивается рейс, она приезжает, допустим, на отсыпные. От нее так запашок. Нет? Да, примерно так. Ну, разговаривали с ней, не говорили. Послушай, вот я тебе делаю предложение. Вы же сделали ей предложение? Да, конечно. Вы же официально женились? Вот именно на тот момент... Дело в том, что девушка была спортсменкой. Красавица. То есть на тот момент это не так проявлялось. Потом... То есть как бы мы пожили 4 месяца, и вот именно что-то мне в голову стукнуло. Ну, то есть как-то вот мы расписались. Вот. Она забеременела. То есть буквально, может, месяц-два прошло. Она на легком труде. То есть она не пила, вот именно когда была беременна. Пока с Денисом была 9 месяцев, потом после рождения. Она не пила. То есть была идеальная семья, замечательная. Но как бы ей мало стало денег. То есть в семье. Она решила выйти на работу. Мама у нее в деревне Почтальон. Много как бы времени не занимает. Ну, в деревне там 3 дома, 2 села. Разнести почту. То есть она могла свободно сидеть с ребенком. И то есть мы так решили, что она ребенка отдает. Она выходит на работу. Вот. И она меня затащила тоже на железную дорогу. Я работал как бы обычным электриком. Я стал сначала... У вас какое образование? Вы очень хорошо говорите. У меня высшее образование. Какое? Железнодорожное. Иди знакомься уже с Денисом. Смотри, какой мальчик. Тоже снимает. Тоже с папой пришел. Иди садись рядом. После чего вы забрали сына к себе? Когда уже, когда был? Точка кипения. Такая ситуация получилась. Дениса я забрал. Этот день не забуду никогда. Это было 12 октября 2013 года. Мне поступает звонок на работу. Дмитрий Юрьевич, ваша жена находится в дурке. Ее определили. То есть она ничего не соображала. А Денис неизвестно где. Белая горячка? Да, белая горячка. Я, естественно, как бы находится... Они в Нагородской области живут, в Малой Вишере. Я в Тосно на тот момент. То есть я срываюсь. Я уже в процессе всех знакомых, которые есть, узнаю, где у меня ребенок. И где был ребенок? Ребенок был в приюте. Ой, спасибо, Господи. В общем, вы забрали, и с тех пор Денис живет с вами. Да. А с женой сейчас что? Официально разведены? Да, официально разведены. Скажите, пожалуйста, дорогой мой, а что сейчас с бывшей, не знаете? Три года не звонит, не пишет вообще. Я, честно, не звоню, не интересуюсь, мне неинтересно. Я в нем конкурента не вижу. Я просто вот по нему понял эту поговорку в тихом омуте, черте ой, если он там диджей, он по нему не скажет. Не похож, вы перед ним говорите. Какие проблемы с ребенком, говорите? Нет, хочу ребенка отдать в кадетский корпус, в Кронштадт, в морской кадетский корпус. Ой, какой молодец. Вот, и... А он сам-то хочет? Что он там в 10 лет хочет? Конечно, хочет. Роза, на прошлой неделе были на открытых дверях, зал уж меня тащить, папа, хочу, и все. Ну, это хорошая тема. Вас не пугает наличие двоих детей? Нет, не пугает. Нет, ну, в кадетский корпус это, по-моему... Он хочет оставить сына без детства? Ну, да. Молодой человек, может, тебя тоже в кадетский корпус отдать? Нет. Не хочешь? Нет, не хочешь. Скажите, пожалуйста, вас не смущает разница в возрасте 13 лет? Меня? Да. Нет. Ну, так не скажешь, что это 57, да? Нет, вы очень молодо выглядите. Все говорят, 18, а в душе 16. Так не скажешь. Заслужил комплимент сам себе, ты молодец. У вас остался один бонус, семейная тайна или традиция? Есть такая? Да, есть. Расскажите. У нас есть семейная традиция. Мы не так часто ездим к родителям. То есть, как бы, у нас там дачный участок, там за картошечкой, за лучком, то есть, как бы, к родителям. Ну, и приезжаем, то есть, ужинаем обычно, делаем шарлотку. А давайте видео посмотрим, оно у вас есть. Заливаем тесто в формочку. Открывать шарлотку там надо. Нам осталось ждать. Теперь можно приступить к чайпичу. Я тоже так и приготовлю. Ты умеешь? Ну, ты, по-моему, у нас все умеешь. Давайте я вам помогу. Давайте, Роза. Пока Роза помогает, может быть, вы покажете сюрприз, который приготовили. Да, хорошо, давайте. Давайте, спасибо большое. Мне нужна будет помощь, наверное, и Дениса, и Аня. На самом деле, хороший, интеллигентный диджей. А с виду не скажешь. Будем готовить шашлык на пикник, который готовится в течение пяти минут. Я нарежу мясо. Аня, нужно нарезать лук колечками, чтобы можно было его надеть на шампур. Денис, что делать будет? А, Денис, у нас порежет лимон. Держи. Мясо режется такими дольками, чтобы было удобно насаживать на шампур, чтобы он не болтался вот именно вдоль жилок. Я умею и так же быстро делать просто зелень в минералке, я знаю, как это делают. Тоже за пять минут маринуется. Добавляем соль по вкусу. Ну, здесь так, как маленечко мы сделали, у нас же не домашние условия. Естественно, красный перец. И так же добавляем черный перец для остроты. И все, это вот так вот перемешиваем. Ну, если нам нужно еще это быстро очень, то это можно залить минеральной водой, либо добавить майонез, либо добавить сметану. И, ну, 10-15 минут, то есть, как бы, готовый шашлык, и все, можно на шампур, и все будет замечательно. Молодец, спасибо, парни. Правильно, спасибо. Все, проходите в комнату свою. Ань, у вас не было никакого контакта и взаимодействия, даже маленького с Денисом, вообще. Вы же педагог. И такая вот прям чудолюбка, и хотите спасти весь мир, помочь всем детям. Засмущались. Нет, это в крови, это рефлекс. Либо есть, либо нет. Я вот к чему это говорю. Дмитрий потрясающий. Я вас вижу рядом, ну, просто... Ну, если, например, с Антоном, где будет сын присутствовать пунктирно, он все-таки у мамы бывает, и вместе с ним, то присутствие Дениса будет все время. Мало того, мальчик битый. То есть, то, какой он прожил жизнь, это и косу посмотрит, и будет срываться, и будет ревность к вашим девочкам. Вам нужно тогда научить себя просто для начала обращать внимание, быть более внимательным. Хорошо? Это вам вот такой совет. Ну, мне очень понравился жених. Потрясающе. И ребенок. Если не будет, забудет слово «маленечко», то с ним все хорошо. Невеста очень понравилась, очень такой приветливый человек. Вот. Я надеюсь, что будет все хорошо. Я бы Диме, конечно, во-первых, женщина бы постарше, и, ну, своего круга. Вот здесь прямо конкретно своего круга. А звезды? Дмитрий Стрелец тоже. Он монолитный такой Стрелец. У него в Стрельце пять планет, и он человек очень упорный, настойчивый, верит в себя, в свои идеалы. И, вы знаете, влюбляется, видев в женщине светлый идеал. Это человек, у которого жизнь всегда на колесах. Действительно, вот и дом будет на колесах. Даже если осядет дома, будет все время куда-то ездить, и меняет постоянно обстановку, и люди будут в доме, много народу. Он такой же хозяйственный, как и вы. Луна тоже в Диве. Хочу сказать, что очень, вот несмотря на малое количество средств, он умеет, что Стрельцам редко свойственно. Их сэкономить. Стрельцам редко протягивает ножки. Сберечь, да. И живет по средствам. Астролог все верно говорит. Так оно и есть. Ну что, Катерина, кого вы советуете своей дочке? Или первого, или второго. Или третьего жениха, но не второго. Тот такой очень холодный, рассудочный и жесткий. Какой холодный? Почему она сказала, что ты холодный? Даже не знаю. Может, я ей показался сдержанным слишком. Я в самом начале вам сказала о том, что все-таки семейная жизнь сложная, вы еще детей хотите, еще и карьерой заниматься хотите. Конечно, у меня мужчина без детей. И это Павел. Я же тебе, Павел. Ты перспективный. Мне все парни понравились. Все. Я прямо считаю, что вам повезло. Но, мне кажется, женское счастье вы обретете с Дмитрием. А звезды что? Я действительно поддерживаю. Все очень хороши в данном случае для вас. Но это разные люди. То есть, если первый – это человек дома, который будет в доме, но учтите, не переделайте никогда рака. Близнец показался жестким. Он, конечно, очень упорный, сильный человек. Но для семьи это все-таки человек очень… Вот все для семьи. И Дмитрий, конечно, это человек, который вам, наверное, понятнее всего. Это стрелец со своим законом. И здесь вы можете договориться. Себя слушайте. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Я бы дали шериф. Я приглашаю всех выйти и поддержать Анну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОВОРИТА АПЛОДИСМЕНТЫ Не против пройти с нами на сцену? Он не против. Главное, чтобы я не против была, я не против. А, он не против. Очень приятно. У нас есть пара, Анна и Дмитрий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, спишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи.